Всем привет! Эмпатия это способность распознавать и чувствовать эмоции других людей, а симпатия это чувство сострадания к другим людям. Часто быть эмпантом означает, что вы поглощаете большую часть боли и страдания окружающих, и это может негативно повлиять именно на вас. Если вы были в комнате с отрицательным человеком, вы знаете, насколько токсична может быть его энергия. Научиться не поглощать негативную энергию других людей. Это великое духовное умение. Если кто-то жалуется на вас, не пытайтесь понравиться этому человеку. Это будет только тянуть из вас энергию и заставлять вас энергетически зависеть от его мнения. Не все будут любить вас. Люди живут на земле для другой цели. Любите в первую очередь себя, и вы создадите силовое поле, которое будет защищать вас от влияния мнений других людей. Также помните, что вы не можете всех изменить. Не делайте это своей миссией. Иногда самое лучшее, что вы можете сделать, это просто не поглощать ту энергию, которую люди проецируют на вас. Ваше тело, ум и непосредственно окружение – это ваш храм. Кого вы в него пригласите? Это открытое приглашение? Должны люди вытирать ноги, прежде чем зайти? Или это нормально, если они тащат грязь в вашу душу? Если в один прекрасный день вы даете человеку кусок хлеба, то он будет просить буханку и на следующий день. Если вы позволите кому-то оставаться на выходные, то они попытаются оставаться и на неделю, и на две. Конечно, неплохо быть щедрым, но есть одна тонкая грань, которой нужно придерживаться, чтобы вас не растоптали. Научитесь говорить «нет» и нормально себя при этом чувствуйте. Паразиту нужен хозяин, чтобы выжить. Когда вы обращаете внимание на кого-то другого, вы даете ему энергию. Энергетические вампиры будут воровать ваши мысли, уменьшая ваш энергетический запас. Некоторые люди будут сбрасывать на вас свою отрицательную энергию, а затем идти к следующей жертве. Выслушать друга – это, конечно, замечательная вещь, но есть же опять черта, которую никто не имеет права пересекать. Может быть, другой человек изливает вам свои расстройства на работе, в отношениях или даже успешно достижения. Все эти эмоции могут истощать вас и изменить вашу жизнь не лучшим образом. Любите себя, останавливайте людей или говорите им, что вы не готовы это слушать прямо сейчас. Так вы перестанете поглощать их токсическую энергию. Выходите на природу, медитируйте, отдыхайте и дышите. Очищайте воду внутри себя и занимайтесь физическими упражнениями. Двигайтесь подобно бабочке, мягко, но быстро. Дыхание увеличивает циркуляцию кровотока по всему организму и помогает предотвратить поглощение энергии от окружающих вас людей. Гуляйте с уверенностью в себе, поднимайте голову вверх и не позволяйте никому испортить ваше настроение. Гусеница ест все вокруг себя и становится жирной и неподвижной. Она должна сначала стать легкой, чтобы полететь. То, как вы себя чувствуете, на 100% это ваша ответственность. Вселенная посылает в нашу жизнь людей, чтобы испытывать нас. Вы не жертва и никто не имеет власти над вами. Подумайте, как ваши мысли и ожидания проявляются в ситуации, которая вас беспокоит. Как только вы возьмете на себя ответственность за свои реакции, вы соединитесь с самим собой на более глубоком уровне. Создайте себе ситуацию, которые повышают ваш уровень энергии. Вы чувствуете себя хорошо рядом с этим человеком. Этому человеку хорошо рядом с вами. Вы достойны блестящего опыта. Настало время, чтобы осознать это. Наука защиты себя от энергии других людей начинается с любви к себе. Помните, что вы достойны счастья и мира. Помните, что это нормально говорить нет. И вы сам автор своего энергетического состояния.